Еще поликлиники города постепенно начинают возвращаться к работе в обычном режиме. После снятия режима самоизоляции так в медицинских учреждениях начали проводиться диспансерные наблюдения пациентов. О том, кто может получить консультацию специалистов и как проводится осмотр, расскажет Иван Занько. А дышка только при ходьбе возникает? В покое положение лежа не возникает? Ноги оттекают? Иногда было. Сегодня Лидия Иванова пришла в родную поликлинику впервые с марта месяца. Женщина страдает хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, поэтому вынуждена проходить диспансерные наблюдения два раза в год. Для таких пациентов медики разработали график проведения специальных приемов, да и сами больные, находясь на самоизоляции, следили за своим здоровьем. Для этого, например, в поликлинике номер 8 они прошли обучение, как вести себя с тем или иным хроническим заболеванием. У нас проводятся регулярно такие занятия. Ну, кто старый, давно общается, они уже все это знают, а вновь выявлены и с ними. Мы тоже так же работаем. Ну и по больнице не соскучились? Нет. Нет, не соскучились. Это ваша участковая медсестра звонит. Приглашаю вас пройти осмотр по диспансерному наблюдению. Пока одни уже проходят осмотр, медики проводят обзвон всех пациентов, которые нуждаются в наблюдении специалистов. Диспансерный прием проходят жители, находящиеся в восстановительном периоде, перенесшие острые нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также другие сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. На каждого такого больного в поликлиниках города выделяется по 30 минут. Сейчас мы начинаем возвращаться в обычный режим, но не сразу, постепенно. Мы видим, что тем пациентам, которые у нас состоят на диспансерном наблюдении, требуется помощь. Они не все смогли получить в эти месяцы, когда мы боролись с коронавирусом. Теперь мы определили время для них по приглашению, по согласованию этих пациентов. Мы приглашаем, и уже лечащий врач осматривает их, назначает обследование, проводит коррекцию лечения и другие лечебно-профилактические мероприятия необходимы в соответствии с теми порядками оказаниями помощи, по которым мы работаем. Диспансерный прием будет вестись два раза в неделю на участках всех поликлиник в ранние часы. Это сделано для того, чтобы пациенты смогли сдать необходимые анализы и получить консультацию узких специалистов. Всего же в день участковый терапевт может принять до семи человек, которые нуждаются в постоянной помощи. Иван Занько, Алексей Бондаренко. Новости по будням.